МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо? Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум 8 лет. Благодарим тех, кто не стал поддерживать этот проект. Не стану отвечать тем, кто только что обвинял Россию в злоупотреблении правом вето. Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдаленно напоминающий, сбалансированный документ вид, они не оставили бы за скобками вопроса, о которых нельзя забывать в контексте украинской проблемы. За скобками осталось то, как пришедшая к власти в результате некоменстационного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года майданная хунта развязала войну против жителей востока страны, обстреливая мирные кварталы из пушек и систем залпового огня и сбрасывая на дончан и луганчан бомбы. А стало за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей, стержневым элементом которых был прямой диалог с жителями востока страны. При этом размещенные на линии соприкосновения украинские каратели прежде всего из радикальных и неонацийских батальонов методично день за днем обстреливали жилые районы ЛНР и ДНР, убивая женщин, детей, стариков. Это, кстати, продолжается и сегодня. Только сегодня погибло 4 мирных жителя от рук украинских вооруженных сил. Под ваши сказки о торжестве демократии на Украине майданные власти и националисты занимались безнаказанными убийствами политических оппонентов, преследовали оппозицию, закрывали оппозиционные телеканалы, где можно было подчеркнуть хотя бы относительную объективную информацию. Шесть из них, шесть из таких телеканалов были закрыты только при Зеленске. А как забыть о накачке Украины оружием, из которого потом убивались мирные жители на Донбассе? Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, не заботясь совершенно об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа. Спасибо. Продолжение следует...